Вы собираетесь в первый поход и до этого никогда не спали в палатке? Вам кажется, что ваш гид нарекомендовал ерунды и выслал слишком длинный список снаряжения? Без паники, сейчас разберемся. Привет, это Сплав и Лиза Шамрай, инструктор по пешему туризму и горнолыжному спорту. Собраться в свой первый многодневный поход сложно. Сказывается отсутствие опыта. Можно взять совсем не то или не в тех количествах. Более того, многих вещей в арсенале у начинающего походника нет, а список покупок увеличивать не хочется. Сейчас мы пройдемся по списку личного снаряжения, которое я отправляю своим участникам в многодневный поход от 3 до 7 дней. И посмотрим, без чего можно или нельзя обойтись. Итак, минимальный список личного снаряжения. Ну, во-первых, это рюкзак. От 65 до 90 литров. Плюс накидка на рюкзак. Спальная система. Палатка, спальный мешок и туристический коврик. Это то, без чего не обойдется ваш поход. Только если вы не собираетесь в поход выживания. Более того, это те вещи, на которых ни в коем случае нельзя экономить. Иначе это выльется в больные спины, плохой холодный сон. Вы, конечно, можете проверить на своем опыте. Но поверьте, если ваш рюкзак будет подобран неправильно, разгрузка не будет распределяться должным образом, лямки будут натирать, что-то где-то будет упираться и давить, ну, будет сильно так себе. И это не маркетинговый ход, это реальность. Тяжелый, объемный и холодный спальный мешок тоже доставит вам хлопот. Во-первых, тяжелый спальник придется все время тащить на себе. Во-вторых, объемный спальник каждый раз придется упихивать в рюкзак, изобретая новые способы впихнуть невпихуемое. А если спальник окажется неподходящей температурой комфорта, то вдобавок вам обеспечена холодная ночевка, которая то и дело будет перебивать ваш сладкий сон стучащими зубами. Так что да, за соблазнительным низким ценником на маркетплейсе стоит куча неудобств. Имейте это в виду. Трекинговые палки – вещь, которая на первый взгляд может показаться ненужной, ведь в обычной жизни мы ходим без палок. Однако в обычной жизни мы не таскаем тяжелый рюкзак и не проходим затрудненные участки, где нужна опора, и можно не сладко навернуться. Трекинговые палки здорово разгружают спину, даже на плоском рельефе, и добавляют устойчивости при переходе брода или скользких участков. А в горном рельефе колени будут благодарны за дополнительные точки опоры. Поэтому да, этот личный вид снаряжения однозначно попадает в минимальный список вещей. Сидушка или пенопопа – самый доступный, легкий и универсальный вид личного снаряжения. Кроме прямого его назначения, посадить свою попу на любую поверхность может пригодиться в походном быту. Налобный фонарик плюс запасные батарейки. Возможно, одна из самых непонятных вещей для начинающего туриста, удобство которой можно оценить только на практике в походе. Как только на улице становится темно, эта вещь сразу приходит на помощь. И, возможно, вы захотите спросить меня, а можно ли обойтись фонариком на телефоне. И я вам скажу, что можно, но это очень неудобно. Потому что бывают ситуации, когда вам нужно решить задачку двумя руками, а одна рука у вас будет занята телефоном. Также при движении по маршруту в темное время суток, и такое бывает в нашей практике, у вас должны быть свободны две руки в целях вашей же безопасности. Поэтому налобный фонарик – это must have в любом походе. Если не верите мне, то можете разок сходить с фонариком в телефоне, и вы проклянете все, что можно проклясть. Походная посуда – это вещи нужные. Вне зависимости от того, идете вы со своей компанией или в туристической группе. Если так сложилось, что у тебя нет посуда, то на первый раз можно обойтись обычными пластмассовыми контейнерами. Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и панама – это три кита, на которых держится защита от ультрафиолета. Можно ли пренебречь этой защитой? Можно, но только не в горах. И не с жарким летним днем, иначе вечером в лагере, вместо того, чтобы сидеть со всеми и наслаждаться костром, вы будете заниматься солнечными ожогами, потому что они могут нанести значительный ущерб вашей коже. Если же отказаться от панамы, можно и тепловой удар схватить. И вроде бы вещи кажутся какими-то незначительными, но на самом деле играют важную роль в вашем самочувствии в походе. Список выше, на мой взгляд, является минимальным. Но я бы к нему добавила пару вещей, без которых вроде бы и можно сходить в поход, но все же желательно их иметь в наличии. Гермомешок для спального мешка и гермомешок для личных документов. В походе за несколько дней может произойти все, что угодно. От безобидного дождика, который превращается в сильный ливень, до нелепого падения рюкзака в водоем. В такие моменты гермомешок спасет ваш спальник, и ночь вы точно проведете в тепле и сухости. В идеале еще иметь гермомешки под одежду, чтобы после эпичного падения у вас остался комплект пригодный для комфортной носки одежды. Ваши документы должны быть защищенными от попадания влаги, ведь вам еще возвращаться домой. Опустит ли вас проводник на поезд с испорченным документом? Тот еще вопрос. Легче обзавестись гермомешками и гермочехлами, чем ночевать в мокром спальнике и разбираться с вопросом доставки себя до дома. Гамаши туристические. Гамаши защищают ваши штаны и ботинки от проникновения воды, грязи и камней. В зависимости от региона вашего похода можно обойтись и без них, но с гамашами вам будет комфортнее ходить после дождя и непогоды. И опять же, если у вас нет мембранных брюк, а только дождевик, то, скорее всего, он прикроет вас до колен, а все, что ниже под дождем, намокнет, сечет в ботинок и все это будет чвакать. Гамаши же избавят вас от этого удовольствия. Если вы идете самостоятельно, то к этому списку необходимо добавить. Ремнабор. Вещь, без которой очень рискованно идти в многодневный поход, ведь с вашим снаряжением или одеждой может произойти все, что угодно. Оторвалась подошва от ботинка, сломался фастекс на поясном ремне или, например, дуга палатки. Для того, чтобы решить любую поломку, нужен как раз набор для ремонта, в котором будут все необходимые элементы для замены – заплатки и запчасти. Походная кухня. Горелки, топливо, котелок, складной нож – это стандартный набор для готовки еды в походе. Горелки можно взять две на случай, если у одной случится поломка. Аптечка. На случай, если вы заболеете или получите травму, у вас под рукой должны быть перевязочные материалы и минимальный набор медикаментов. Итак, мы разобрали список личного снаряжения, и теперь приступим к списку одежды для летнего сезона. Трейкинговые ботинки. Важная составляющая похода, на которой точно не стоит экономить. Ведь от выбора трейкинговых ботинок зависит ваш комфорт и безопасность. Поэтому стоит ответственно отнестись к этому пункту. Можно ли заменить обычными кроссовками? Можно. Если ты идешь в однодневный поход по Подмосковью в летнее и сухое время. Хотя, недооценивать маршруты в Московской области тоже не стоит. Иногда такие тропы попадаются, мама, не горюй. Если же ты собираешься в многодневный поход с тяжелым рюкзаком, только трекинговые ботинки и точка. Иначе вместо приятных впечатлений получишь мозоли, травму пальцев ног, вывихи, голеностопы и даже нелепые падения из-за отсутствия сцепления подошвы с рельефом. Знаете, как кроссовки знатно скользят по чуть мокрой поверхности? И как это весело, когда у тебя за спиной рюкзак 15 килограмм? Вот, чтобы не знать, берите в поход только трекинговые ботинки. Трекинговые носки. Не короткие. Недооцененный пункт начинающим походникам. А ведь этот простой аксессуар очень даже важен в комфорте ваших ног и полноценном функционировании трекинговой обуви. Да-да, если у вас будут супер-пупер крутые трекинговые ботинки с самой сильной мембраной, но при этом вы наденете обычный хлопковый носочек, то ваши ботинки не будут работать на свою полную мощь. Трекинговые носки отводят влагу, сводят к минимуму образование мозолей и натертости, и поддерживают стопу. А еще они прочные, и они не подведут вас в походе. Сколько брать? Минимум две пары, а лучше три, ведь не всегда есть возможность заниматься стиркой. Обувь для лагеря. Кроксы, сандали, колошева. После убойного ходового дня вашим ногам очень сильно нужен отдых, которому как раз способствует бивуачная обувь. Это самое то, чтобы расслабить ваши ножки в конце дня. Еще в бивуачные обуви удобно переходить некатегорийные броды. И если у вас моднючие кроксы, можно ехать в них в общественном транспорте, добираясь до точки старта маршрута. Можно ли обойтись без этой обуви? Можно, но вы очень сильно усложните себе жизнь в походе. Представьте, вам среди ночи нужно вылезти из палатки, чтобы сходить в туалет. Вполне себе стандартная ситуация. Вы вылезаете из теплого спальника, легким движением ноги надеваете кроксы и идете в соседний куст. На все про все буквально пару минут. Или же это время вы только потратите на ботинки. Расшнуровать, засунуть ногу в ботинок, шнурки кое-как заправить, так еще и споткнуться можно в ночи. Но это полбеды. А теперь представьте, что свои чистенькие и теплые ноги вы засовываете в мокрый ботинок. Хотите упростить себе быт в походе? Берите бивуачную обувь. Хотите усложнить? Не берите. А если захотите ходить бесяком, то автоматически возрастает шанс травмировать ногу. Штаны ходовые. Не джинсы и не спортивки. В них будет неудобно. А после намокания в походных условиях эта одежда будет сохнуть очень долго и ровно в 12 превратится в кирпич. Чтобы такого не случилось, выбирай туристические брюки, которые будут легкими и быстро сохнущими. А еще защитят в сильный ветер. И на мой взгляд, сейчас под это описание идеально подходят брюки из ткани soft shell. Очень технологичная и современная ткань, которая сохранит тепло, защитит от непогоды и не даст спариться. И самое главное, не стоит как крыло самолета. Сколько брать? В поход от 2-3 дней можно брать с собой одни брюки на весь поход. А если поход будет более длительным, то я бы захватила с собой вторым. Синтетическая футболка long sleeve. И здесь снова стоит отметить, что хлопковые футболки не подойдут. Это очень неудобно и непрактично. Ваша футболка от пота быстро станет мокрой. И оставшийся поход вы будете ходить в мокрой тряпке. А если подует ветерок, то и вовсе замерзнете. Сохнет такая футболка дольше. К тому же может натереть плечи под тяжестью рюкзака. Если в дневку вы постираете такую футболку, повелики шансы, что она не успеет высохнуть. И вы снова будете ходить в мокрой тряпке. Или с кирпичом в рюкзаке. Всего этого можно избежать, купив обычную футболку из синтетики. Кстати, синтетическая футболка настолько крутая, что может досохнуть прямо на вас, даже в непогоду. Сколько брать? Я, например, потливая. Поэтому даже в двухдневный поход я беру с собой запасную футболку. А на походы от трех до семи дней две запасных. С весом и объемом синтетических футболок это позволительно, ведь они легкие и занимают мало места. Плескоходовая. Отличный вариант утепляющего слоя на случай, если стало прохладно и ветровка уже не справляется. Флис – классный материал с хорошей теплоизоляцией и хорошо справляется с отведением влаги. Кстати, флис умудряется греть, даже если он намокен. Сколько брать? Если поход в преимущественно теплый сезон, то можно обойтись одной флиской на случай внезапного похолодания. Если флиску необходимо использовать каждый день, то хотя бы две. Куртка. Это ваша защита от ветра и дождя, если она мембранная, конечно. Однако ветровка из софтшела какое-то время тоже может держать легкий дождик. Дождевик или пончо. Если у вас нет мембранной куртки, то можно использовать дождевик. Имейте в виду, самые простенькие пакетные дождевики могут быстро прийти в негодность. Пуховка или жилетка. Обычно нужна для привалов и стоянок, когда после интенсивной ходьбы мы немного взмокли, а остановившись, сразу начинаем мерзнуть, особенно если есть легкий дождик или ветерок. Может пригодиться в случае ночного похолодания и вследствие подмерзания. Можно ли обойтись без пуховки или жилетки? Ну, скорее нет, чем да. Эта одежда своего рода ваша подстраховка от непогоды, особенно в горах, ведь погода там непредсказуема, и надеяться на прогноз – плохая идея. Комплект ходового термобелья. Необходимо для отведения влаги от тела и служит дополнительным слоем. На мой взгляд, для летних двухдневных ПВД по Московской области не обязателен. Но, если же вы собираетесь в более длительные и серьезные походы, то без термобелья не обойтись. Ходового термобелья хватит одного комплекта. Одежда для сна. Здесь как раз нам пригодится второй комплект – некомпрессионного термобелья для сна. Гораздо приятнее ложиться спать в чистом и сухом термобелье, чем в том, в чем мы ходили и потели целый день. Кстати, всю одежду для сна – термобелье, чуни, носки и баф – можно хранить в спальном мешке, который потом будет упихиваться в гермомешок. Получается, что вы достали спальник, сразу же в нем лежит одежда для сна, которую не нужно будет искать в рюкзаке. Нижнее белье. Ну, про гигиену в походе мы не забываем, поэтому обязательно берем с собой нижнее белье. Есть также специализированное спортивное белье, более обтягивающее, из влагоотводящей ткани и с мягкими швами, чтобы ничего не натирало. Сколько брать? Ну, на длительность от 3 до 7 дней минимум 3 комплекта. И получается, что пока вы носите одно, можно застирать и высушить ночью другое. На мой взгляд, это необходимый минимум, но по желанию можно добавить следующие пункты. Флисовые перчатки. Скорее нужны в моменты, когда ухудшается погода и становится чуть мерзляво. Например, такое может быть в горах или в межсезонье, и тогда на помощь приходят флисовые перчатки. Я заметила свою следующую реакцию. Может быть холодно и промозгло всему телу из-за влаги и ветра. Как не утепляйся, но стоит натянуть перчатки, и жизнь играет новыми красками. Баф. Очень удобный аксессуар, который может понадобиться в любой ситуации. Защитить голову, уши и горло от ветра и холода. Или же защитить макушку от перегревания и солнечного удара. Спрятать или завязать мешающиеся волосы. Или утеплиться во время сна. На просторах интернета можно найти много схем по использованию и завязыванию бафа на себе. Если же в вашем арсенале бафа нет, то ничего страшного, но с ним будет гораздо приятнее. Да и вещь по стоимости достаточно бюджетная. Можно купить где угодно. Чистая футболка, лосина для общественного транспорта. Не всегда есть возможность постираться перед дорогой, и в таких случаях вас спасет комплект для общественного транспорта. Вам приятнее ехать в дороге до дома в чистом, и вашим соседям по плацкарту есть чем дышать. Не обязательно брать какие-то стильные вещи. Главное, чтобы они были чистыми и легкими. Например, футболка и лосина. Приведенные выше списки – это, по сути, общие рекомендации, которыми может воспользоваться начинающий турист. В зависимости от длительности похода меняется количество вещей. Например, не две футболки, а три. Также меняется вид снаряжения в зависимости от региона похода, сезона и температурного режима. Например, в летний поход по Московской области можно обойтись спальником с температурным режимом комфорт плюс 10. А вот если вы в то же время года отправитесь в Прильбрусе, то стоит брать минимум комфорт на 0 градусов. И опять же, это общие рекомендации. И если вы мерзлявый турист, то вам и в теплую ночь на Большой Валдайской тропе может быть холодно, в спальнике с температурным режимом плюс 5 комфортно. А кому-то в осеннюю ночь в спальнике на плюс 5 может быть жарко. Со временем список любого походника становится своего рода конструктором. И каждый турист подбирает ту или иную одежду, снаряжение под свои удобства и индивидуальные особенности. А это приходит только с нахоженными километрами и вашим опытом. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и комментарии. Делитесь вашими личными списками. Возможно, у вас там что-то есть совсем другое и необычное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok